Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в беседе на первое послание к Олимпиным говорит о приобщении святых тайн. Апостол Павел говорит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? 1 Коринфянам 10 глава. Что говоришь ты, блаженный Павел? Ты желаешь пристыдить слушателей и напомнить о страшных тайнах, а называешь эту страшную и грозную чашу, чашу благословения? Да, говорит, сказанное мною немаловажно. Когда я говорю благословение, то припоминаю все сокровенные благодеяния Божии и великие дары Его. Подлинно приступая к чаше и приобщаясь, мы вспоминаем неизреченные благодеяния Божии. И все, что получили, и благодарим, что Он избавил род человеческий от заблуждения, что отступивших далеко Он приблизил к себе, что не имевших упования и бывших безбожниками в миру Он сделал своими братьями и сонаследниками. За это и тому подобное мы благодарим Его. И таким образом приступаем, находящиеся в чаше есть то самое, что истекло из ребра Господа. Того мы и приобщаемся чашую благословения. Апостол назвал ее потому, что мы, держа ее в руках, прославляем Бога, удивляемся, изумляемся неизреченному и удару, благословляя Его, что Он пролил кровь Свою для избавления нас от заблуждения. И не только пролил, но и преподал ее всем нам хлеб, который преломляем не если приобщение тела Христова. Почему апостол не сказал причастие? Потому что хотел выразить нечто большее, показать совершенное единение. Ибо, приобщаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как тело Христово соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним. А для чего прибавил, который ломим? Это делается в Евхаристию. А на кресте этого не было. Но было даже противное. Ибо кость его, говорит Писание, да не сокрушится. 19 глава Евангелия Террано. Чего он не претерпел на кресте, то претерпевает и приношение для тебя, и даст преломлять себя, дабы исполнить всех. Далее. Так как приобщающихся отлично от того, чему оно приобщается, апостол уничтожил, и это, по-видимому, малое различие. Ибо, сказав приобщение тела, хотел выразить еще более тесную близость и говорит, один хлеб, и мы многие одно тело. Там же, 1 Коринфянам. Что я говорю, приобщение, продолжает он, мы составляем самое тело его. Ибо что такое этот хлеб, тело Христово? Чем делаются причащающиеся телом Христовым? Не многими телами, а одним телом. Как хлеб составляется на многих зерен из многих, делается единым, так что, хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно. По причине их соединения. Так и мы соединяемся друг с другом и со Христом. Ибо мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Почему апостол и прибавил? Ибо все причащаемся от одного хлеба. Если же мы питаемся одним, и все делаемся одним, то почему не оказываем одной и той же любви, не делаемся одним и в этом отношении? В древние времена у предков наших так было, у множества же уверовавших, говорит Писание нам, было одно сердце и одна душа. Иоанна 4, глава 3, 2 стих. А теперь не так, но совершенно напротив, между всеми множество разного рода браний, мы члены, расположенные друг к другу хуже диких зверей. Христос соединил с собою тебя, столько отделившегося от Него, а ты не хочешь даже с братом соединиться належащим образом, но отделяешься от Него, удостоверившись от Господа, такой любви удостоившись из жизни. Ибо Он не просто дал Своё тело, но вместо прежней плоти, которая по естеству Своему происходя из земли была умершлена грехом и лишена жизни, Он привнёс, так сказать, другой состав и другую закваску, Свою плоть, которая хотя по естеству такая же, но чужда греха и исполнена жизни, и всем преподал Её, дабы, питаясь Её и отложив прежнюю мертвенную плоть, мы уготовились посредством этой трапезы к жизни бессмертной. Господу нашему славу в веки веков. Аминь.